привет друзья и вам враги привет яблоки практически на снегу мы гуляем первый раз с адамом да первый раз гуляем он уже подписи он уже молодец пока к но я специально его короче покормил я его покормил и сразу же мы пошли на улицу стоит сейчас запутаешь он короче прям бесится поначалу правда он думал на эти яблоки у него примерно такая же все ты бесишься да ты бесишься он наверно поначалу думал что у него такая же такой же есть мячик как эти яблоки беги вперед боже как бешеный сейчас хоть набегаешься не будешь не будешь ко мне приставать всем поиграть или еще что-то ой но все ну все надеюсь тут клещей никаких нету вроде нет здесь гуляют собака стоит еще вот блять уже запутался адам стой конечно ничего кстати быстро привык вообще к поводку к шлейке боже ты шо вообще ку-ку уже что-то там нацепил на себя адам стой так что для него прям рай он прям вообще кайфует чужих все уже устал чувак нет не устал прямо отлично для меня самое главное конечно чтобы он понял что теперь писать и какать надо на улице надеюсь до него это быстро дойдет сейчас хоть он будет немножко уставать потому что он дома как поезд бесятся просто ужасно немножко боится еще там всяких кустиков еще там чего-то а вот и надеюсь что он быстренько привыкнет и все будет вообще отлично правда здесь таких много всяких гнилых яблок но нельзя тебе яблоки есть гнилые и тут конечно вообще прям трудно идти мы стане недавно насобирали яблок и прям вкуснячьи мы тоже их ели капец конечно следующий раз мне кажется нужны какие-то короче он угорает с яблоками какие-то резиновые сапоги не знаю что ли одевать так что я рад он отлично просто отлично он отнесся к улице я думаю что он будет шугаться сначала а он прям вообще носится ему прям идея день нельзя яблоки оттяжать гнилые а он прям вообще отлично относит и это супер это хорошо ну кстати вот эту вот шлейку я ему взял на вырос взял короче самую дешевенькую вот эту взял хорошую штуку флекси очень хорошую фирму надеюсь на не сломается вот а вот шлейку адам а ты откуда знаешь что эту травку можно есть или ты что болеешь чем-то с яблоками тусик вот а вот эту шлейку я ему взял короче самую дешевую она стоит там 200 кажется рублей что ли я взял ему на вырос думаю сейчас он уже нормально подрастет и тогда уже возьму ему хорошую какую-то но блин я взял самую маленькую все равно она короче большеватая ему хотя это на самую последнюю дел вложено все бешеный еще кстати мы не встречали собак вот я вижу там впереди идет какая-то собака маленькая такая собачка и они вас как я знаю дебильные злые очень пошли пошли пойдем пойдем адам и она без поводка не знаю подбежит нельзя фу фу говорю нельзя я не пойму он играет с этими гнилыми яблоками или пытается их есть вроде покушал только что на фига те гнилые яблоки так вон там такая собака то ли ривы или вредка то ли кто-то они этот тетка и цепляет слава богу цепляет она и пошли ну да она такая уже уши новострила хвост арчаком короче видимо это хочет вкусать с листочками играйся с гнилыми яблоками не надо играться все все буксует падает первый раз гулянка у него на улице я надеюсь что адам то сейчас набегаешься хорошо ой там кто-то спит в кустах пошли-ка мы туда лучше с тобой ой тут тоже голубя какие-то полудохлые кругом яблоки на снегу но единственная штука чем не запутывает он бегает вокруг как бешеный как бешеный так проверим подошву прикиньте я не наступил я не наступил я не наступил ай не на одно яблоко пошли пойдем под ногами путаться так адам адам иди сюда не бойся подбежал к этому уже убежала понюхала и убежала ахахаха он перепугался все ты же такой бойкий ахахаха ты же такой бойкий дома носил и шутку свою там и мячики ну короче собака эта маленькая подбежала он перепугался он перепугался 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 такой лег блин главное чтобы он не отцепился если вот он что-то испугается ну я вроде хорошо прицепил такому нормально самое главное чтобы он если испугается куда-нибудь чтоб не побежал вот кстати сирены когда мимо дома проезжают он боится побаивается а здесь на улице вот по кутузе например ездит машина фу он нормально блин уже какую-то таблетку нашел не таблетку а упаковку от таблетки вот это конечно то что он щенок да и тянет в рот это конечно проблема все подряд и дома там какой-нибудь чек бумажку что-нибудь такое вообще оставишь где-то более-менее на месте где он сможет достать все это жопа все отошел от собаки да ну и кстати он не знаю то ли побаивается то ли что идет как бы возле меня нормально в этом плане нормально да пока я думаю я вообще кстати я кстати с жорой когда гулял я не разрешал ему играться с чужими собаками там и так далее потому что он у меня был очень воспитанный а поиграет с какими-нибудь собаками вот этими и переймет все невоспитание до сэба поэтому я им ну я вот реально не разрешал только у нас знакомые там были пару человек соседи с собаками вот с ними как бы он играл я знал что он там не будет приставать к ним лезть там вот это вот мне прям мне кстати стыдно и неудобно было когда жора там на нас на сучек там напрыгивал типа там имитацию секса делал и так далее мне почему-то сразу стыдно я жора не надо вот а узнал кстати что в 7 месяцев в 7 месяцев можно кастрировать так что у тебя пока еще время есть с яичками погулять покрасоваться с твоими яичками все он такой вообще скромненький нормально рядом идет я его донес до отсюда что там такого интересного людей видеть такой раз сразу ты что хотел покусать кого-то нельзя кусаться я понимаю что ты бойцовая собака что-то короче здесь он не особо тусит и веселится на асфальте а вот там нормально так бегает да что пойдем туда между яблонями вот ну естественно я сейчас кое-что не погуляю не знаю кстати не знаю покупать ему таблетку я уже не буду ему давать от этих такая есть таблетка она стоит около 4000 ее насколько я знаю дают там вообще в апреле что ли ну который от клещей помогает пероплазмоз вот это вот жесткий от которых жора умер от пероплазмоза да вроде да не помню да ну клещ когда укусил вот и дают им ранней весной сейчас уже я думаю нет смысла я просто с ним буду гулять все равно потом мыть лапы и так далее я буду ванну его ставить ну и смотреть чтоб не было клещей чтоб клещ не цепанул я не думаю что здесь прям много наверное клещей хотя бывает это сказал я спросил я говорю а если здесь с ним гулять были случаи она говорит да были случаи что вот реально здесь рядом возле дома гуляли и это и цепанул клещ так что такое я пока буду я не знаю кстати напишите комментарии у кого есть собаки может быть ошейник вот этот вот от клещей взять от блох пойму но где они там будут жить в голове только и в кончике хвоста у него нету шерсти ну вот который от клещей не знаю помогает такой ошейник или нет взять ему купить или уже нет смысла август сейчас конец августа а а жору кстати клещ укусил уже было уже был вообще кажется октябрь то есть уже прям были заморозки представляете реально укусил клещ я думаю что они в это время уже такие как бы не что-то там кашлял яблок гнилых наелся вот так что вот так вот у нас прям веселье можно этот день даже отметить как-нибудь в ну отметить в смысле не бухнуть ладно пошли между деревьями то там как-то получше играешься а отметить не знаю в его паспорте что мы первый раз вышли с ним гулять на улице первая прогулка так сказать запутываешь запутываешь меня специально ноги хочешь запутать чтоб я упал разбил себе нос да ну вот здесь вот так да здесь потому что всякие палочки листочки яблоки и он как бы больше больше начинает тусить ему это интересно когда пас да он начинает сразу тусовку у него а когда короче идет по асфальту адам а когда идет по асфальту что-то ему короче не особо интересно ладно думаю что еще вечером все прям я ну я наверное буду его приучать уже конкретно не так типа раз вышли погуляли а несколько раз буду в день гулять ну вот вечером там выйду Таня вообще говорю там через каждые два часа типа сначала надо их чтоб приучать ну выйдем часа через три еще погуляем да сюда конечно не будем ходить далековато ну вокруг дома пройдемся что-то нужно сделать с ним с этим потому что когда он короче вот сейчас собака подбежала и он начал вырываться типа такой отсел и назад начал идти и у него эта шлейка снимается ты че подяб крапиву у кого а ну тут нет крапивы вот и надо что-то с ней придумать чтобы она прям плотно облегала может кто задом наперед ее одеть не знаю сейчас домой придем придумаю посмотрим как тебе ее одеть чтоб ты из нее не выскользнул может строгий ошейник тебе надо купить а атом может строгий ошейник это же у нас бойцовая бешеная собака да вот начинаю например тянуть за нее и он садится и она кое-что выскальзывает ладно сейчас что-нибудь придумаю в общем порадуйтесь за меня ребята друзья-то и враги тоже за меня и от дома у нас сегодня первый день прогулки на улице так хорошо кстати не холодно не жарко градусов 19-20 наверное прям шикардосно все и он кстати не боится вообще эти пищат звенят с мигалками машины вообще нормально а дома кстати боится почему-то ну видимо тут ему не до этого он такой тусит радуется вот все всех обнимаю всем счастья и здоровья ребята всем пока